здравствуйте очень долго прорабатывают деньги но все равно стоит какой-то блок подскажите пожалуйста куда еще можно посмотреть базовый курс прошла ваш про деньги можно прямо на расстановку прийти с деньгами вообще история такая прикольная же как раз таки тот самый терапевт который эту дорожку протаптывает сам регулярно постоянно и постоянно и я много работаю над темой денег регулярно там доход увеличивается но самое главное в теме денег это не опускать руки да вот опять же что надо делать я это мой собственный опыт работать с головой то есть убирать родовые кармические истории касаемо денег дать темы раскулачивания убийства воровства и прочее юлия еды на учебу в декабре платила супер всех жду приезжать он там немного места осталось там два-три места всего осталось на обучение расстановка касаемо денег обязательно прорабатывать бессознательно также ну например что делали голодать по четвергам извините я проголодала 1 8 наверно по четвергам 16 четвергов также пожалуйста по утрам стойте в планке также пожалуйста постоянно медитируйте у меня огромное количество афтермации касаемо денег пожалуйста чистите пространство у меня сегодня была фотосессия девочки пришли я смотрю на ювелирка вообще не разобранная сейчас сидела блин вычищала старое пространство потому что пришло что-то новое надо от старого избавляться пожалуйста курс 3 восьмерки 3 восьмерки про три шага к богатству регулярного проходить работать деньги это такая тема который надо постоянно работать и развиваться постоянно 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 я как раз таки тот самый человек который постоянно находится в трансформации касаемо денег потому что знаете у меня реально и хреново куча травм у меня знаете еще одну травму недавно выкопала у себя мне мой первый учитель самый первый учитель по расстановкам не сказал ты вообще не можешь быть богатым процессе для меня первый учитель это тот человек который меня там базово учил а ты вообще не можешь быть богатой я вот недавно эту историю вытащил доложи после огромного количества лет ты вытаскиваешь что травму там своих допустим учителей поэтому здесь вопрос бесконечный тема денег она бесконечная и вот сейчас я там например проживаю в деньгах еще опять очередной этап вот я вчера в stories выкладывала там у меня приезжал человек очень мне близкие и не просто человека мы с ним тоже тему денег обсуждали он говорит что ты чем богаче чем выше становится тем ты становишься более одиноким и все богатые люди они глубинно одинокие это реально ни на кого и опереться не можешь здесь ты тоже понимаешь что чем больше ты поднимаешься выше тем ты большим одинокий нам туда страшно тоже идти понимаете потому что в метро людей много а чем больше ты добиваешься, тем более одиноким ты становишься тоже, например, сейчас я тему эту очень четко прорабатываю. Глобально, если говорить про тему денег, то деньги по сути это энергия. И первое, с чего, конечно же, нужно начинать, это с понятия того, что деньги это количество той энергии, которая в нас есть. И когда у нас там есть нехватка энергии, нам не хочется жить, мы там не хотим двигаться, у нас, соответственно, денег нет. Это просто тупо, когда я утром не хочу вставать в постели, потому что у меня нет энергии, у меня особо и денег не будет. И первое, чтобы нам начать хоть как-то привлекать какие-то деньги в нашу глобальную систему энергетическую, нам как минимум нужно захотеть жить. Поэтому вот это желание жить, оно ровно пропорционально энергии, которая у нас есть, и ровно пропорционально деньгам. Поэтому первое, с чем обязательно нужно поработать с тем, что я хочу жить. А очень часто мы не хотим жить. Почему? Опять же, у нас здесь становится мама-папа, которые мучились, и мы как дети это видели. Там родовые системы, которые глобально жить не хотели. И наша задача здесь, на первом этапе, для того, чтобы двигаться дальше, вообще понять, где моя жизнь, растождествиться с жизнями своих родителей, своих родовых систем, своих нерожденных братьев и сестер. Потому что у нас тоже история, когда у нас есть нерожденные братья и сестры, они мертвые. Нам тоже, цепляя их системы, нам тоже часто не хочется жить. Для этого, не буду говорить расстановочными словами конкретно, мы должны чутко понимать, чего мы хотим. То есть, чтобы у нас были деньги на первом базовом этапе, с точки зрения головы, мы должны определиться вообще, что мы хотим и для чего мы утром просыпаемся. То есть, поставить свою цель. Смотрите, детям денег дается только на мороженка. Ну, маленькие детки, у них денег на жвачку ловысь или на мороженок. Это в лучшем случае, если с детства было все хорошо. А дети – это те люди, которые не берут ответственность. Поэтому, чем больше вы берете ответственность за свою жизнь, тем вы становитесь старше. А чем вы старше, тем вы более взрослые. И тем ваши подарочки жизни становятся уже не уровня жвачки ловысь, а уровня яхты, квартиры, здорового бизнеса. Поэтому в вашем кошельке ровно столько денег, насколько вы можете взять ответственность. Чем больше вы говорите, он виноват, она виновата, муж меня высосал, там погода херовая, тем больше вы попадаете в ситуацию, где что-то большое, а вы маленькие. А чем больше вы маленькие, тем меньше денег, да? Денег на мороженка. Мы должны четко принять, что у нас есть мама и папа, и что они для нас равные, и что они для нас оба мощные, и что они нам оба родителя очень нужны, и что они напрямую влияют на количество денег и успеха в нашем пространстве. Поэтому я не рекомендую давать родителям деньги, если говорить с точки зрения иерархии, то ваша иерархия, на первом месте вы, на втором месте ваш партнер, на третьем месте ваши дети, на четвертом месте ваш бизнес, и только на пятом месте ваши родители. И если уж так случилось, что вы в полном шоколаде, у вас все есть, квартиры, дачи, яхты, у вашего партнера все есть, ваши дети там учатся в Гарварда, у вас с бизнесом все в порядке, и у вас остается излишек, тогда да, родителям давать можно. Но вот эти истории, когда вы там получаете зарплату, не знаю, 50 тысяч, и 45 из них отдаете родителям, категорически нет, категорически нет. Я вот в последнее время говорю, ну максимум 0,5% от дохода, не больше 1% от доходов можно отдавать родителям, но не больше. Есть сильный страх потери большой суммы денег, поэтому страшно зарабатывать, становится успешной. Ну потому что, вот решали в богатство марафон, пожалуйста, пройдите. Почему? Потому что у нас реально в роду и в карме очень много травм, касаемо потери больших сумм денег. Сюда у нас относятся и раскулачивание, и банкротство, и МММ, и прочее, прочее. Важно это отработать, растождествиться с мамиными историями, с папинами, с родовыми, с кармическими. Вы поймите, никто вас уже не раскулачит, никакой МММ у вас уже не заберет деньги, и прочее. На самом деле, это не вы боитесь, а ваши предки, которые теряли большие суммы денег, или дома, или квартиры. Почему долги не возвращают? Потому что тебе выгодно, чтобы от тебя кто-то зависел. Просто сегодня прими решение, и прости их. По долгам мы очень круто работаем в марафоне 3 восьмерки, поэтому, пожалуйста. Как быть, если женщины растут в финансе, то у партнера застой наоборот. Но вы должны понимать, что если вы растете финансово, ваш партнер, скорее всего, имеет такую же энергетическую структуру, и, скорее всего, вы, может быть, даже берете энергию на эти деньги. То есть, глобально вы должны так и иначе понимать. То есть, у него есть такой же потенциал, да, по большому счету. Уровни. Как правильно загадывать денежные желания? Как правильно загадывать денежные желания? Мой ежемесячный доход. Вот смотрите, кто с нами по утрам в планке стоит? Вот мы по каждое утро стоим в планке, скачаем третью чакру Манипуру, расширяем финансовый поток, и там важно, мы стоим, чакра напрягается, огромное количество энергии идут со всего мира, и вы проговариваете, мой ежемесячный доход столько-то. То есть, вообще, как правильно загадывать желание, давайте. Загадывание желания должно быть конкретное, измеримое, достижимое во времени, реалистичное, и обязательно, когда вы загадываете, вы должны там себя представлять. То есть, у вас должны сработать все нейроны, как будто вы уже в этом пространстве. Вот, Юля, как намагнитить деньги, постоянная настройка ума, работа с подсознанием и так далее, крысиный круг. А работать с этим постоянно, понимаете, ну я ж тоже вот, многие знают, да, что я там не из богатой семьи, я регулярно работаю, каждое утро я становлюсь в планку, люди, я три года или уже четыре, наверное, каждое утро беру, становлюсь в планку, качаю денежную мышцу, каждый раз увеличивая время планки, работайте просто с этим. Мы с вами многие знаем, что деньги – это энергия, а энергия, вот с декабря прошлого года, ну вот этот вот период сейчас, она очень сильно меняется, поэтому сейчас подход к деньгам становится немного другой. Внимание, деньги, нового тысячелетия, 21 века, даются людям на удовлетворение своих кайфовых желаний. Ваша задача – день за днем увеличивать качество вашей жизни, день за днем увеличивать качество вашей жизни и вкладывать в себя. Появляются деньги, я их сливаю, почему? А появляются деньги, я их сливаю, почему? Потому что есть в роду история, где раскулачили, потому что тебе кажется, что у тебя деньги побудут, сейчас придут, и тебя раскулачат, и убьют, и деньги отберут. Не надо. Я запрещаю вам думать о сжатии, об экономии, не надо приходить в магазин и покупать самый дешевый продукт, понимаете? Работайте над тем, чтобы ваше количество денег расширялось. В этом году есть новые цифры на деньги в планке на богатство. Смотрите, у нас есть денежный код, он звучит таким образом, 7753191, это реально глубинно нумерологами выработан денежный код, и есть такая штука, что если вы там будете повторять там 88 раз этот денежный код, у вас денег станет больше, и оно не меняется в зависимости от года. 7753191, это денежный код, пожалуйста, записывайте его. Муж не стремится, не рвется к богатству, всего хватает, а мне мало. Вот опять, смотрите, вы опять говорите, я буду воспитывать мужа. Если вам мало, вы рвитесь и растите. Муж, он либо будет с вами, либо не будет. Если раскулачивания были по маминому роду, на расстановку возможно брать, да, 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 расстановка убирает все раскулаченные истории, перестать жалеть, тратить на себя деньги. Вот так, идите сегодня купите себе кому подарок. Вчера был день влюбленных, вы должны быть в первую очередь влюбленные себя, и вы должны купить себе подарок. Если я тяжело зарабатываю с любимого дела, это что это и как проработать. Смотрите, если я тяжело зарабатываю с любимого дела, то скорее всего у тебя висят родовые кармические истории, которые касаемо миссии, касаемо отдавать что-то божественное в мир. Что тебе страшно? Ты не можешь там зарабатывать, потому что у тебя есть родовые кармические истории, где я нахожусь в миссии и делаю что-то важное для мира, а меня потом убьют, раскулачивают, сожгут и прочее, прочее, прочее. У нас есть денежная пирамида, и чем выше вы на пирамиде, тем больше у вас денег. И вот у нас третий шаг пирамиды это миссия и предназначение, то где-то посерединке вы оказываетесь. Почему? Потому что когда вы работаете на нижних ступенях, вы работаете ради денег, а на уровне миссии вы начинаете работать ради своего кайфа, удовольствия и наслаждения. И поверите, когда вы работаете ради своего кайфа, удовольствия и наслаждения, деньги начинают сами приходить, их становится все больше, больше больше и больше а чем ближе вы к своему предназначению тем деньги вам даются легче почему потому что когда вы в своем кайфе работаете вы не замечаете что вы работе реально не устаете как вам деньги просто приходят потому что вы кайфовали как выйти из установок бедности сделать прорыв финансов у нас действительно смотрите до того как мы родились все наши родители бабушки прабабушки наши кармические воплощения жили в мире недостаточности всего не хватало ну вот кто там со мной 1 года рождения 81 вы наверняка даже помните талоны я вот реально помнить голубые талоны на хлеб мы реально хлеб покупали по талонам то есть понимаете у нас с вами не было еще ни одного поколения которые жили в тотальном достатке и нам действительно вот реально тяжело наконец понять что мы живем в мире изобилия этот мир изобилия даже я там я не покупаю много продуктов домой но даже я раз в неделю выкидываю пол холодильника протухшей еды почему потому что уже нет истории где должна в очередь за курицей стоять или за хлебом или за фетрушкой сейчас есть время как ты приходишь эти прилавки ломятся первое что вы должны осознать вы человек другого поколения вы абсолютно живете в новом мире пространстве осознайте что сейчас происходит снова технологичными изобретениями осознайте что вы реально живете во времена избытка а все что в вашей голове прописано она осталась от ваших родителей от ваших родовых систем от ваших кармических систем и ваша задача с этим растождествиться каждый раз постепенно растождествляться как технически это делать увидеть вы знаете вот у вас там прошли в магазин варок папа акции и вы должны сейчас я сразу отловить понять так кто это хочет сэкономить на твороге так кто это хочет сэкономить на платье вы тогда понимаете это хочу не я потому что я тоже в мире из-за изобилия дожили по талону был так куда а это я тоже в мире изобилия а это моя мама или моя бабушка или моя прабабушка переживает что у нее не хватит чего-то там еще отдельных это искать за темой черный день вы тоже на вебинаре деньги нового тысячелетия будем об этом говорить когда история я должна отложить а вдруг черный день вот давайте гипотетически представим самый черный день в нашей жизни 2021 что может случиться самого ужасного вы на секунду знаешь даже если наступит супер война какая-нибудь между галактиками понимаете уже даже такой войны как было раньше не будет сейчас уже столько изобрели ядерного оружия что в принципе умром в один день понимаете поэтому откладывать деньги на какой-то не звонит доставка я еду заказала доставкой звонит мне ребятки посылаю вам флюиды везите мне без звонка то есть я вам хочу к черного дня уже не наступит уберите черный даже черной дыры не существует не будет черного дня вам деньги даются вам деньги даются на удовольствие на улучшение так если мужчина мужчина успешно ну как только начинает со мной отношения теряет работу и деньги что это может быть когда к нам приходит партнер и в нашем пространстве он становится не таким успешным на что здесь важно смотреть первое на что мы должны посмотреть не становятся ли мы ему мамкой если вы в отношениях с партнером включаете так называемую мамку начинаете о нем заботиться стирать ему носки завтраки с собой в школу упаковывать если вы начинаете своего партнера контролировать партнер сразу становится на детскую позицию сразу становится маленьким ребенком а мы помним да что маленьким детям денег на мороженка на куколок и на все остальное и и и и и и и и